и снова здравствуйте про икей на связи дмитрий микрофон я тебя не слышу а это и не надо в общем мы в икей краснодар сейчас первое что будем снимать и вам рассказывать это новую геймерскую коллекцию я пыталась обозвать ее одним словом но одного слова нет потому что название разные она состоит из двух названий 3 3 я заметил 2 вот иди сюда успеть да это второй раз он из пилары успели а еще есть юни спел уни спел ары есть лоне спирала уни спирала пусть будет так ну давай немножко сейчас причешем икея 5 но после причесание я хочу небольшой эфир сказать по этому поводу поэтому начнем громко говорю ну давай очень громко причесывать будешь или рассказывать я причешу а потом против чешности почешу обратно чтобы это было и и я не мне про товар рассказывать я бы сначала предисловие скажу по этой этой серии и традиционная для икея и киев последнее время смотрю начала заходить на что-то новенькое как по последнее экстремально харизматичной серии каризма каризматик сдам и киева начала свои как бы руки протягивать сторону геймерские тематики а харизматик так как геймерской тематике но харизматик она же тоже отклонение от естественного стиля кит это того того холодного скандинам скандинам ского стиля призвать к это кричащие было коллекцию короче кей стал засовывать свои руки во все сферы нашей же да и тут она попробую пробует первые свои силы в этой коллекции для геймеров икея сама по себе не способна была создать эту коллекцию она при помощи коллаборации как можно сказать при помощи взяла небольшую нотку помощи у такой всемирноизвестные конторы как republic of games топом также называется ну этот такой игровой гигант который с компьютерными играми завязана я не игроман поэтому я немножко не в этой теме но саму вот эту контору я знаю но матчасть изучил да вот она обратилась к этой конторе и тем самым при помощи опыта этой фирмы может как-то сказать они вот это придумали вот эту как раз серию рассказывать начнем мы пожалуй серию со стола потому что он ближе всего будет это не с него слезла до до стол очень интересный они ну почему начнем сейчас я хочу ложку дегтя прежде чем начать оба обзор икея двойку вам такая интересная коллекция перспективные новые понимаешь ваше новое направление и вы ее так в угол засунули некрасиво непонятно он моем к нам не собрала я волю была бы я бы это опять же выделил в отдельный интерьер все тем самым показав что всю коллекцию что вообще есть в одном интерьере создав интерьер геймера ну да по факту игровую комнату а тут мы смотрим какие-то частички это мы примерно собрали все в одно она еще и не в полном объеме кстати вот у нас сейчас не будет представлено кресло компьютерного не будет представлена напольного покрытия наподобие кулун но только более лучшего качества и судя по фотографиям конечно очень не интересует посмотреть это живую и многие другие вещи которые раскиданы по магазину сейчас мы будем максимум собирать в одно и стараться давай рассказывать потом затянули поэтому пойдем и ки исправляйтесь такую коллекцию надо отдельного вставлять иначе клетки заметить утес пилары светло-серый геймерский стол три года гарантий кстати имейте ввиду нестандартной гарантии для икеи не 2 и не 10 11000 есть еще черный вариант что круто можно регулировать уровень от 68 до 78 но для этого обязательно нужно быть шестигранник чтобы раскрутить без этого вы не отрегулируете дим видно да это я помогаю на градация ты где-то без картинки обойдемся вот кстати он на самом верхнем уровне сейчас 78 сантиметров можно снизить что это растущий стул а что да а что это дает а это дает то что уже начиная с первого классника этот стол можно использовать так пойдем дальше идем под стол под сам заглянем значит здесь у нас вот на таких вот крючочках здесь такая плотная хорошая сеточка она на резиночках и крепится это все вот на такие вот крючки что дает ну как типа дополнительного кармана вообще по это дает внутренние хранения проводов да вот и не дали все и так далее чтобы на столе зависть там дальше вот это вот сетка это сейчас дима скажу что это вентиляционные моменты стол вообще большой день просто планирует себе такой стол цапнуть поэтому мы его тогда я еще пока в раздуме по одной причине многие знают что я использую стол фреда компьютерный черный стол у меня два монитора мне кажется 27 диагонали и подвешены на кронштейн они висят немножко на пьедестале просто хотя фотография покажу примеру как это выглядит почему у меня сомнение в покупке этого стола кронштейн я во первых не могу вот сюда закрепить я все помню если и место рабочие съесть да а если я закреплю вот в этом месте то смысл от этого тогда места пустоты очень много остается и я пока в раздуме татьяна тоже раньше все принесла хотя мы еще только о столе рассказываем давай может это подушках потом я добро накладываю сразу вот как раз ради примера столешница она меняется местами вот это если вы будете дома использовать как рабочий стол не не будет тут системник двумя мониторами как у геймера да вот эта вот часть но я клип вставил эта часть меняется на и старом переворачиваться суши на вполне я порекомендовала стол если по размеру подходит школьнику хороший плотный материал плотная окантовка то есть не будет ничего рассыпаться есть регулировка по высоте то есть реально хватит надолго по коврику для мыши следующего к нему еще не пришли вот и счет хочешь сказать но про стол все я говорю вместо понравилось я бы рекомендовала его я пока буду думать и думай в общем че я приперла я приперла коврик для мыши стоит 1200 90 на 40 лон с пеларе с рисунком его можно стирать у юрьевича по-моему подобные дома коврики живут дадим да ты все сутки соска своим сказал да я хочу еще маленький принести сразу за 600 рублей 36 на 44 цена за такой коврик достойную коврик очень плотный толстый добротный но единственный минус вот пока по мне вроде я как бы соблюдаю чистоту но черный цвет он непрактично среди ковриков он сразу видно запачкается на пыль наседает на него и прочие гадости а еще периодически я вот раз в три месяца стираю свой коврик не знаю как этот но вот этот коврик он не прошит у меня моя модель я не помню какая мама ровная коврика но края вот эти секундочку мне кажется на у меня края вот эти все прошиты ниткой тем самым она не сдает махрится если этот продукт постирать я не знаю возможно начнет до риск вот если сама ткань верхняя часть именно есть риск отклеивания и зазубринки смотрение в двух цветах представить двух размерах и в двух цветах размер получается у нас 36 на 44 с рисунком без рисунка и размер 90 на 40 с рисунком без рисунка без рисунка большой на 200 рублей дешевле а маленький ценникова не цена проверял среднее не дешево и дорого если хотите можете брать но опять же черный цвет это немного непрактично так теперь давай дальше подушенцы подушенцы 2000 он из пилара где сюда это одеяло подушка служили не плохо видно я бы ставлю картину вообще когда увидел я думал что тут пальто забыл получается смотри вот этот карман да когда его собираем в подушку можно использовать как это рукогрейку а дальше ну вот мужчины мужчине туговато будет сразу скажу но ты в зоносовке во первом нет давай вот так вот нормально нет ты не влезешь я влезу мужчина покрупнее сбит для мне влезет пробовал до бицепс у тебя мало тен накачать бицок нет карте стоит это одеяло 2000 мне понравилось по ткани вообще в принципе знаешь такое это пальцета актуальная этот предмет актуально подойдет до тех кто долго сидит за компьютером и работает особенно например как я у меня есть что-то подобное но только флисовые плит карман он называется зеркешоном детский но я папа влазин сидеть зимними вечерами работы за компьютером вот таким вот может хоть одеялом на очень комфортно прям ты готов на большинство с этим прибит а вы спрашиваете что дима мотивирует плит одеял динутся или более так мотивация пошли дальше так ну давай про кресло скажу по которого нету я покажу это кресло только на картинке давай по первым впечатлению опять же я его не видел в живую по креплению меня вопросы так как она дешевая а может быть мы дождемся когда его соберут и в следующий раз приедем его просто отдельно с ним но как мы можем за глаза смотреть мы не видим но судя по картинке там дешевое крепление идет которые а ну как все вот эти бюджетные кресла я думал будет примерно что-то подобное аналогичные с моим маркусом поживем увидим не видели не знаю я вот так придерживаться отход треснет смысл мы не видим а потому что я тыквы увидела который думала что они красивые они казались страшные я их не хочу больше ну ладно давай дальше не дай все это мне сказать про работу танька геймер а я за последние обзоры привыкла на уже трендить не дошло ладно все молчу в тряпку так теперь давай рассказывай зачем вот эти нужны аксессуары для настельной панели успеть здесь получается 1 2 магнитная планка и вот такой это для аксессуара а так нельзя что ли это доска выложил это можно сказать доска гордости для геймера кто-то красивый сложить красивые наушники эстетическое хранение как он из клавиатуры как и даже подписчики 0 5 процента любит говорить самолюбование я спрашиваю в каком месте они не отвечают нет негрозив поэтому вот это как раз у да настенная часть хранения для геймера там кожи мышки калатуры и прочее прочее прошли фотографии составы и эта подушка для шеи подголовник 600 рублей кстати всего чтоб голова не падал во время игры сушку надо это это как-то голова во время играет уже спать я хотел сказать нет в дорогу себе купить чтобы меня голова не было на геймера сутки играют мне этого не понять вот аналогично как некоторым мой трудоголизм не понять да так давай разберем смотри вот подушка чехол съемный трикотажный внутри такая вот колбаса тоже трикотажная я бы еще поднабила местами пустовато а дальше здесь получается на замке ну кстати недорого для подушки дальше здесь клёпочка и шнурочек то есть на клёпочку на шеюшку и еще и на шнурочек чтобы точно никуда ничего не убегало чтобы голова от компании убежала не дай бог как считаешь что удобно я таким предметом не пользуюсь так а вот что скажешь мне про эти предметы то что предмет в принципе интересны это что такое ну как раз это вот как раз набор да да 1 2 3 набор чей у нас набор китайский ничего лишнего не представлена серый панель для крючков для круто тут представлен модель у нас сходится почему-то так вот эта подставка под наушники выглядит стильно ну вот красиво если такой на стол поставим чтобы было визуально понятно нет я хочу с коробкой вот как это производитель видит давайте ты покажешь штуку показываешь ну обычно наушники с краю сам полно поставьте для полного поля вот она где-то не думал тискал с краю края же так березовый шпон ясеневый шпон петелька алюминий прозрачно-акриловый лак противовес нержавеющая сталь лапа силиконовый каучук сделано в китае 18 мая 2021 года стоит руби вот на меня выглядит я не знаю сперва например взяла какую-нибудь подростку когда не знаешь что дарить ну можно давай дальше держатель провод для мыши о чем он не его нету откроет не будем скрывать в общем получается такой же деревянный еще дачу провод для мышки дать из него протягивается прод я предполагаю что якобы чтобы вот этот данный раз предмет не запутывал провод у мышки во время ответственных игрок не вот это надо на куя просто базе положить а просто нельзя положить проводная мышка она имеет свойство провод вниз уходить у сам провод и тем самым тебе неприятно вытягивается провод во время игры я точно не понимаю чего тоже ну эту тонкость так иди сюда это я не смогу тебе принести а значит держатель для мышки стоил 799 рублей кружка так игровой коврик держатель кружки 699 рублей вот как он выглядит а вот он рядом с тобой нет вот как на столе это выглядит но это по на краю да ну чём будем вот покажем его натуральную величину как это господи кто она мясорубка советская прикручивается любите очень сомнительно очень я бы на место икею сделал аналогию с подстаканниками у фреда с двух сторон и все а если сделать подстаканники ты уже не сможешь столицу местами хитро так кружка с крышкой и трубочкой а даже трубочкой до трубочка металлическая не еще ершик прилагается но здесь все так закрутили завертили вот ёршик вот ёршик так это подставка под аксессуары а мы 100 чего чем уставни его мне тут не записывай 600 рублей кружка крышка винтовая металл разве дома нету кружечки нет это чтобы все это по фэн-шую по фэн-шую по фэн-шую чтобы короче вот смотри как это хренободина выглядит резиночка это чтобы горяченько не было металлическая ручка не до ёршичек чтобы с трубочку числа чтобы не обжечь она керамики пить это с ручкой так давай дальше разбирали металлическая подставка рука здесь дизайнеры кружку пришу руку на стоит 1800 поставка для аксессуаров пальцы и рука подвижные но я так предполагаю даряда будет этот интересно смотреть когда ты прикрепишь туда экшн камеру думаешь там экшн камеры они расчитаешься веб-камер что 1800 ну и экшен и веб-камеру 1800 дорого не тоже кажется из кого хоть сделан из букв 1 нету информации то вот она рукам все пару куда будем кстати некоторые предметы представлены прямо буквально поштучно то ли мало привезли то ли уже разобрали новая коллекция это бук как и предполагалось теперь давай перейдем к постерам постеров у нас то уже просто снизу достанем чтобы не смотрели мы не будем это долбить вот такой сколько 69 стоит 299 рублей мне зашло вот этот вот этот цветной и вот такой надеюсь красиво прям от москва сети очень насыщенный такой карты картин тоже 200 даже чуть-чуть в коллекцию входит когда-то так как мне кажется в принципе да кроме кресла из наполненного покрытия наверху все так ну что в принципе про коллекцию рассказали теперь интересно ваше мнение кто уже попробовал тоже что покупал то что планирует купить возможно нам например не зашло а вам зашло но я считаю что принципе исполнение неплохой по внешнему виду по тактильности по материалам вопрос как быть эксплуатироваться теперь я буду знать кому рекомендовать этот стол потому что он не только в сером но и в черном сюда он в двух цветах светлые это девочкам черный мальчик а мальчики типа за сером религии не позвольте себе религии позволяет если соответствующие у него фаром оформлены мониторы системный блок в стиле apple apple но я так понимаю ты чё-то цапнуть я еще не цапнул ты потом нет если бы мы наверно были в лифте ты бы цапнул домой отвезли возможность аванапа как я очень хочу познакомиться с креслом увы не собрано и от самый интересный но предмета это на поле покрытие очень интересный кресло и крест ну что друзья мои лирику мы заканчиваем демагоги нашу тоже самолюбование то самолюбование тоже вы были на youtube канале про икея мы неугомонные просим татьяны и дмитрий вообще мы из саранской но сейчас два месяца мы живем в анапе приехали вместе с вместе сюда может сказать на осеннюю передержку там посмотрим как пойдет сейчас пока будем ближайшее время работать языке и краснодар так что подписывайтесь на канал у нас там есть спойлер с полезностями переходите смотрите трейлер трейлер школе как правильно добиться видео с теми полезностями которым мы можем для вас дать коллекции стоящие стоит к рассмотрению